В Казани проходит финал седьмого национального чемпионата молодые профессионалы. 91 компетенция и полторы тысячи участников. В их числе и представители Чуваши. С места событий Юлия Важенина. В честь нашей республики защищают 15 участников. Все они прошли отборочные испытания своего направления. Технология, моды, поварское и кондитерское дело, флористика, геодезия, промышленная автоматика и робототехника. Всего наши участники соревнуются по 14 компетенциям. Техникум технологии, питания и коммерции, электромеханический колледж, техникум строительства и городского хозяйства. Студенты СУЗов Чуваши оказались лучшими в своих компетенциях. Павел Павлов в этом году впервые участвует в чемпионате. И не безрезультатно. На региональном этапе Паша победил, затем прошел отборочный, а сейчас представляют Чувашию на финале нацчемпионата. Его компетенция – токарные станки с ЧПУ. И по мнению нашего эксперта, у Паши есть все шансы на победу. Первый-второй модуль идет, получается, на каждый модуль по 4 часа. Первый модуль был в понедельник, второй – вот сегодня, в среду. Задание было, в принципе, несложное. Такие же, на которых мы тренируемся, выполнил на минут 20 раньше. Закончил всю деталь. В этом году в конкурсной программе чемпионата появилось новое направление – навыки мудрых. Это конкурс «50 плюс» для профессионалов, тех, кто уже давно в деле. И в этой категории есть представители республики. Ольга Сагаманян штурмует компетенцию технологии моды. Она – действующий преподаватель в профессии уже более 30 лет. Это нужно для того, чтобы хотя бы определить, насколько мы не потеряли навыки в своей работе, и что мы еще можем. И посмотреть среди своей категории, кто на что способен, и в частности, я сама. Сейчас участники выкладываются по полной. Идет третий, последний день соревнований. Уже в эту пятницу, 24 мая, мы узнаем имена победителей финала 7-го национального чемпионата. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.